ну что ребятки рыба акула играл там его не получилось первого раза прогрузиться ребят здесь ничего страшного а уж ты против light moon сейчас у нас будут играть это второй матч этого вечера во всем приятного просмотра у нас палаццо он же не фирма лодку всем вам привет еще раз ребятки так у нас ждет на палаццо твои ставки насколько сейчас морально готовы к битве игроки команды light умун кажется что 11 в предыдущем матче не то чтобы сильно должно было их как-то подкосить но если такие мандраж перед крайне сильным и именитым соперником на данный момент вот в чем вопрос но мне все-таки кажется именно по предикту на матч что скорее всего ошки соберут я вот этот сдох был потому что альтабно санас конфини мопом мы не посмотрим поэтому мы вам ребята не скажем чем учу по 2 посмотрим поглядим на игру мои ощущения что здесь 20 но хватит он мог зацепиться у них иногда получается очень хорошо играть и часто из этого не получается дожать катки свою пользу но здесь сразу же стоит добавить что флотом он когда не было стрима в первом групповом этапе первой стадии выиграли а лошадь 2 0 если что поэтому это не захватываться счетов будем смотреть могут ли они повторить в любом случае да здесь у команды fly to moon есть порах пороховницы что говорится точнее что называется и мы желаем им удачи в этой нелегкой битве на команда уэкзе уже теряет первого игрока для себя это же виталий фри попов будет заход на позиции лангай скорее всего первые контакты точнее контакты будут продолжаться они уже далеко не первые синет закрывает вези к разменивается фейс и фейс продолжает выход через а парты информация по айр вульфа у него скорее всего вот-вот появится но и хс сейчас мониторит перемещение своего соперника в сторону беты рейзинг ему в этом деле помогает но у команда уэкзе есть некоторая проблема они находятся в меньшинстве и было бы неплохо конечно найти еще одного заплутавшего игрока у команды fly to moon чтобы свести преимущество соперника по живой силе на нет на этом на данный момент играет в позициях а плентая соперник по стеночке пробирается к нему поближе но фейсу все-таки удается ликвидировать еще и рейзинга на ребрах а вот это вот уже ребятки 3 в 3 при этом команда уэкзе остается в фуловом состоянии на закрывает райдена но нупак тут же разменялся так что открыто альфа можно ставить и собственно дожидаться своего соперника у нупак то очень интересная но в то же время опасная позиция под тройкой он ждет соперника с бананах с направо в этом направлении работает но ему нужен тиммейт уже на поддержке айр вульф еще надеялся на то что кто-то будет пикать в спину но нет было бы вообще в идеале ай-яй-яй но но пакт открылся сам на чек банана его закрывает айр вульф фейс разменивается делает трипл килл в этом раунде и опять же у него три килла и за эти три килла он еще ни разу не получил урона вот тебе четвертый килл без урона просто насколько это дикий игрок но по сути он сейчас соло выиграл раунд команде но пакт ему немного подсаппортил забрав этот фраг но пейс квадра без единой потери пхп супер хорош играет в поджиме а флайт ум он вышли в центре карта там забив устроили на ланге тоже есть открыть не успел на него переключиться там урадин дал фраг по рейзингу и 2 в 3 нужно перемещаться снова в аплент который был снова утерян так хс открытие на лонг который сейчас будет просматриваться или не будет не все-таки выходит здесь родин родин в какой-то момент имел в капельку преимущества на хс но тот успел перехватить пушки свои дуальные и попал по голове соперника дальше открытие под перемку там встретили хс и эрвульф последний 1 2 кинба в его руках два соперника коленных фейс тут по классике за стены вот это стрейфанулся 20 получается альфа и наверно будут продолжать еще нет привет через второй мид вышел посмотреть на первом чего происходит вернулся обратно смотрят сторону патика пока тут аркада никакой ну а партии играют со стороны бойлера здесь синет он один у него наверно на девятки на вообще никого нет там где будут райзинг рядышком стоит из что поможет закидывает хая 1 хая 2 тема это вроде справляется поэтому спину здесь не пропускают сказал я и тут уже вы закрывается минус дал по резингу которых раз был рядышком на на ребрах простите на секунду там убежала вот но такие получают то себе нужны фраги 2 0 у аошек и раунд забирать себе флайту мон и выход в лобби какие-то проблемы по ходу ради надо выйдут и это время с одной стороны для файдом он разобрать тоже каких еще раунд для себя определить дальнейшие скорее насчет альфы побольше поговорить может она сыпалась ну возможно райден летящей походкой ты вышел тут изи раунда пошли точнее из матча вот так будет лучше до фармин сидят ребятки из команды flight и все нормально с кайфом но ждем ждем когда райден сможет решить свои технические шоколадки а пока что ребятки напоминаем вам что после данного сезона который у нас закончится еще совсем не скоро относительно давайте так скажем две недели еще впереди с учетом того что сейчас мы с вами смотрим уже предпоследний день этой недели завтра мы посмотрим и подведем первые итоги промежуточные по фаворитам в групповой стадии а следующая неделя опять же будет этапом групповых матчей а вот еще через неделю ребятки мы уже пойдем посмотреть кто там у нас стадии плей-офф кто в роли доминантов кто здесь у нас явно претендует на топ 4 посмотрим на набранные арена поинты посмотрим кто точно получает себе квоты на лан по итогам этих сезонов и также ребятки не забывайте что после того как у нас заканчивается этот сезон там вообще практически без перерывов мы переезжаем во-первых на стыки это команды которые сейчас играют рейтинг пойдут по файтится против ребят пятого шестого места и там у них появится возможность выйти на ланы и потом еще интернациональные квалификации то есть это будет квалифик будут квалификации среди команд в которых нет игроков из россии то есть если вы из близлежащих стран то вы можете собирать чисто стак земляков и идти пофайтится то есть условно вы там явно не будете бороться не с теми же флайт мунами не с даркхорсами не с аошками не с листами и с а3 вообще в принципе с командами которые сейчас находятся в сезоне может быть некоторых игроков вы там встретите потому что у нас все равно в командах так скажем сборные существуют где могут быть не все игроки там только из россии могут быть из россии и азербайджана условно да кто-то с казахстана у нас успевает пофайтится вот ребятки давайте давайте чисто подбили земляков съездить на халяву в москву еще и деньжат выиграть а а надо то просто запотеть среди тех кто тоже настроен решительно и промотивирован тем чтобы выйти на лан поиграть наверно самое кайфовое она знаешь на у меня есть тиммейт с которым мы очень много во что уже успели поиграть и в частности кстати по принимать участие в каких-то мини туриках от 1 battle royale игры вот и мы в нее уже давно не играем а тут зашли вот в эту игру о которой я тебе говорил перед эфиром или и буквально там на днях я выдал эйс вот и у меня тиммейт сидит причем ну там ситуация соло просто была один в 5 я сделал эйс и тиммейт я регаю нас на турнир все сидит кайфует поэтому ребятки играйте в свое удовольствие кайфуйте выигрывайте тренируйтесь становитесь новыми звездочками а тем временем фрид залетает просто на легкой ноге на позиции б-планта где уже находит минус 2 игрока ну и нет и рейзинг остаются два в два кстати фридоса успели закрыть правда фейс разменялся а фейс не ожидал такого контакта от нет а не ждал что он будет настолько близко и собственно раунд отправился в карман для команды flight ему на 2 на равных сейчас ребята играют ну да такая пауза конечно на сбивает темп кому угодно вообще вернуться после такого тоже состояние наверно невозможно ускорение возможно тут прям 99 и 9 так на центре карты эрвульф пытается что-то через маки попасть на по моему ну тут даже сложно предположить на самом деле просто смотрят через пару смоков там в мид куда-то прицелиться и попасть по сопернику задача не из простых райдом на ланге против 2 игроков будет пока здесь они открыто не играют тут нет но из-за плента скачет смотрит информацию тема это передает на фат хаешки 1 было и сейчас мы с вами я не успел переключиться на хаеса у которого в бойлер зашел у фейс фейс более того сразу же посмотрел в апартах дальше еще себе фраг нашел рейтинга он забрал все пока на мази перехватил пушку нервов без холспойнтов может стать еще одной жертвой фейс который идет просто бесчинствует но пошел составить бомбу определились тима это типа да я поставлю руль слышал подъем в тюрьму на ребрах против него будет райден который списков будет встречать и ирвульф не пошел через за тему 100 и родин то пропустил пропустили тима цвопро нет не просто все стоять отмена продажи интересно что получилось ну да это ближе к ошибке наверное да ирвульф пошел чекать под ребра когда у него тима это открывалась уже через ту позицию в которую пошел играть ирвульф что он там хотел найти чтобы кто-то с бойлера открылся и типа спины тимм это прикрытие ли что не совсем понял ну поэтому и предполагаю что это скорее ошибка типа мог выйти с кт или же стюм было бы по идее побольше пользы как я считаю моё им хо открытие и фас под альфом нет не устоял не устоял также рейзинг идет перемещение . уже получен а ошками и они ставят бомбу с фраг на размене силам было бит хэс сейчас тоже откисает что вам первое сообщение на канале вот hello kitty стиви салам от hello kitty кукуйся приятно видеть располагайся при этом просмотра и вам всем ребят кто слышит тоже всех кайфов там в чате кит зачем орешь совсем уж поле я же победа хмельным подавился вот прости пожалуйста не хотел не хотел убирай с пола горластый поэтому я ру так ладно давайте ребятки смотреть что там у нас дальше пока что у аошек в этом раунде опять же есть некоторые проблемы на не играют 3 в 4 ситуацию мониторит опять же смещение в аплент есть информация по рейзингу и собственно сейчас скорее всего он попадется на прицел ну пакты но нет ну пакт отворачивается крайне не вовремя рейзинг то все таки пойдет а ну тогда райден какая разница кому самое главное чтобы попался вэзик пытается выйти на парт и видеть синета синет понимает то что здесь ему файтится явно не с руки надо по-хорошему отсюда уходить и синет уходит но пакт еще мониторит выход под миддл но опять же тут никого нет райден поможет возможно своему тиммейту но в апартах вэзик на данный момент готовится навести шороху под б-плентом укрепление есть у команды флайта муна я полагаю что аошки об этом должны знать и должны понимать что сейчас альфа становится для них более уязвимой локацией рейзинг идет на перемещение в лонг видел соперника окей вэзик попутно закрывает за собой нет а синет на размене рейзинг получает хаешку в ноги но это был всего лишь смоук но пакт обходит своего оппонента в спину райден что-то услышал райден пошел перехватывать своего оппонента минус синета минус рейзинг остается хс соло и там два фловых игрока которые жаждут его крови а вот у самого хс с хпшкой была совсем беда и буквально одно попадание но пакта оборвало его жизнь еще один раунд для уже этого раунд и половину могут себе забирать уже но как минимум она она их уже такая тема в принципе позиции тяжел флайтом он смотрим сейчас за синетом у него два игрока кинул жижку но это жижка поздно ложится поэтому соперники прошли без каких-либо проблем подпустил слишком близко и они вдвоем простыли черепную коробку эрвульф ластовый 1 в 3 к нему подошел на удобный чек или на удобное открытие соперника вот и эрвульф одного забрал в этом кладче нужно еще двоих еще и бомбу разминировать поис пошел исполнять из-за стены вот это вот но решил сократиться и вова получается лайк ну да и ой как удобно для вазика здесь инфа появилась и соперник показался 6-2 так и забирать себе эту половину с тройным преимуществом вот так то и делаем смену стиви сегодня будут купоны так но не у нас у на в кодах для чатика экрана нет но ты его можешь забрать за баллы если накопишь но так как ты только присоединился канал хотя первое сообщение это не означает что ты не смотрел в общем копи баллы и за баллы на канале ты можешь взять себе купон мы иногда скидываем точнее даем возможность их взять когда у нас разговорной трансляции но пока они не не предвидится потому что у нас тут плотненько сезон уйдет но следите спрашивайте слушайте на это еще тоже обобщая для всех говорю можете спрашивать если кому интересно но это речь про межсезонье что вот там планируется ли разговорный стрим на котором мы для вас даем возможность тех кто первое место занимает выбирать донат из как раз этого самого магазина фейс поменялся сыр всем этом местами ась но тут лично открылся просто легким движением руки минус голова фейсом не проход под бетон будет обороны перемещать сюда свои силы с прям очка уже если не про кайр вульф очень неудобно он был на ножей в упоре в базе для себя все кайфы от этого получил пройден дал два фрага можем сейчас за ним посмотреть у него тут вроде перспективка против нет постреляться хотя нет ушел в сторону посмотреть фрид оставил . никого здесь нет но и об этом счастье пока не знают флайдмона хаишка префон за ящик хаишка неплохая потому что туда могут становиться игроки но и тут уже окружают флайдмонов поджал совсем близко ну пакт который сейчас спину будет открываться и стрелять неспешно идут флайдмона но каждое время таки хватает или нет да вот совсем капелюшечку и но пока бы мог забрать по сопернику фраг х с прошел незамеченным к 100 но тут нет закрывает ломки и может бы даже позиция не зароли ту сом в упоре свапать оружие как же опасно но все-таки он делать этот фраг а вот открытие с со спины не ожидал с и погибает от рук райдена раунд обороне 72 слушать как-то чересчур активно набираются раунды в кармане командовой экзе первую половину конечно крушительно проиграли fly to moon но и на смене сторон начать чего-то более яркого не получилось райден делает квадрокилл собственно на чем команда fly to moon и погорела в предыдущем раунде буквально на одном игроке нет мониторит заход через дл но против него выступает фрид и придос кимпоя то достаточно гремучая смесь он сто процентов знает где находится нет он его видел неоднократно но нету навряд ли здесь хочется репикать хотя при всем при том что он обновляет информацию по сопернику и знает что там снайпер он продолжает это делать он продолжает играться с огнем для фейса прием а партов и минус 2 игрока в моменте третьего на миду подрезает но разменивается на тут же вырывается райда на перестрелку мид погас полностью хэс остался соло бы на него с окна дропается ну пакты и собственно раунд номер восемь пополняет актив команда у экзе я сейчас подумал потому что но флотим он такие блин вы могли прийти со стримом когда мы их выигрывали они вот это вот сейчас сейчас да как то вот кажется что 9 раунда себе так или иначе дожмут но как бы здесь наверное не сглазит с одной стороны ну шесть раундов вряд взять чтобы выйти на допы задача не из простых сами понимаете прорыв альфы бомба будет установлена предсвеслом посмотрел на главе на шоу порев короткая перестрелка при погибается на себе фраг заработал но и по всей веримости фаст удался я ну как минимум удался потому что да ребята фактически прошли под плент поставили бомбы сейчас уже стоп с 3 в 1 независимо от этого можно успешным раундом раунд записать 36 хп а главное не залить airwolf опасно но заканчивается пуля где тиммейт тиммейт со всеми открывается играет супер сейф продажи и сейчас наверно тиммейт такие да убьют но он затащил поэтому пусть так на мой 38 ну вот еще пять раундов наш забрать чтобы выйти на допы и вот осталось то тут чтобы выйти на добрые пацаны ну надо под нажать получается закинули пару хаешек сейчас для себя игроки команды айрвульф но ой какие команды айрвульф я смотрю на айрвульф игроки команды flight moon айрвульф идет на аркаду под дл но здесь же его встречают игроки команда ойкз которые пошли на прямую агрессию фриц парабеллума затыкал хс разменивается рейзинг но нупакт обрывает его жизнь и нет остается соло 18 процентов здоровья у парня и он пытается упетлять в сторону б-плента и поставить там бомбу но пакт перепроверяет абсолютно каждую позицию понимает что соперника под аплентом уже скорее всего нет так что надо скорее торопиться в сторону беты не перехватывать там своего оппонента бомба была установлена и нупакт остается в крайне неприятном положении поскольку у нет а есть возможность петлять на таймер если сейчас не справится но пакт при первом контакте с нетом то скорее всего потеряет очень много времени нэд смеда смещается на контроль бомб сайда его прекрасно видит нупакт но нэд здесь закручивается в пленту кто играет против него скорее всего надо было просто дать понять нупакту где он находится и попробовать вернуться обратно поиграть там под бойлером может быть опять же на тот же мид подергать своего соперника на себя но этого не произошло так что первая карта уже в кармане у аошек и следующая карта убежище пока что максимальное разнообразие есть так так вот еще мне буквально секундочку интересный момент вот есть дай дашь а ты пока может говорить максим не может сейчас себе просто вот совсем это ребята минуточку беру тут очень важно на самом деле очень важно что там случилось да ты сейчас кстати увидишь но пакт пишет под стрим чего он дамы и слова наверно озвучил который я как раз говорил что вот тогда они 20 проиграли ушки проиграли флайд муном а вот тут пошло обратное где они в целом первую карту забрали себя очень легко и вот сейчас 2 будем смотреть это интригу мне вбросил а чё я должен да ща 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 давай пиши а вы пока что пойдем посмотрим на убежку сейчас у команды флайд мун крайне смутные времена давайте так это назовем в первом матче вышли 1 1 но лучше чем ничего до 3 поинта для себя не забрали в этом же матче после первой крушительной карты очень тяжело будет реабилитироваться тем не менее они постараются да и у команды флайд мун абсолютно есть все для того чтобы бороться на убежище у них есть исполнители есть прекрасная техника собственно командные наработки и я полагаю что они смогут дать отпор команде а у экзем но самое главное здесь не расслабляться в моменте поскольку оошки могут почувствовать хотя бы долю слабины и тогда они просто уже не дадут продохнуть флайд мун на перезаход отправляется один игрок ждем дальше готовности со стороны наших команд но сделать какой-то предикт на эту карту не то чтобы будет гипер сложно потому что продемонстрировали ранее оошки они остаются фаворитом в этом матче но тем не менее где-то внутри меня теплится надежда на крайне сильное сопротивление от команды флайд мун что сейчас парни могут закрепиться на своих позициях и карта благоволит карта как раз таки записана в список тех где баланс сторон максимально соблюден но мы ждем вроде а вот он вернулся пятый боец теперь ждем готовность это ошек и собственно будем продолжать но он если хочешь да 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 можешь свою интригу до утолить это рабочим чате так ну и мы в трампа начинаем я не знаю но там типа короче ребята вам сори сказать так не сможем но этот ну пусть люди разбираются смотрят чё почем мало ли да малинет надеюсь что нет что не подтвердится вот так на всякий случай я думаю штука важная 32 раз рыбакарась началась хаешки протирают дефолтные так или иначе тоже залетает вы говорили про хаешки некоторые что вот давай да показывай интересно так я вот который есть смотрю но в обратную сторону говорю что некоторые говорят блин а вот ну за хаешками смотришь а там какой-то файт ну золотая середина она не всегда так легко находима понятное дело что если видишь что переключаешься это щас про себя говорю как будто в третьем лице вот ну в общем это и другое стараемся вам все дела рассказать показать факт минус полу хайсу находит разуме тут в целом по два игрока заработали но и рвут еще факт находит по райдену и меньшинство у аушек но пакт последний на стенке играет по на эту фраку находит и мыши твоих нужно расковырять по эре вульфу даже по ноге по идее будет шот поэтому здесь у него хорошие шансы против него стрельфануться да стрельфанулся на пакт хорош ну а в конце эре вульф справился еще лучше получается 5 есть раунд для обороны чё ты утолел на мои три гилтали посмотрим что ответит интересно very interesting но мы ребятки за следующим раундом уже отправляемся команда flight и moon пытается устоять на своих позициях но потом очень тяжело сделать цена это еще один минус на райдена и хс сейчас единственный кто борется за спокойствие а фунта для своей команды выход от вэзика он закрывает хс но тут же стяжка через мид и скорее всего вэзик не жилец да рейзинг его моментально ликвидирует это 2-0 но как я уже и говорил ранее у команды flight и moon есть абсолютно все инструменты для борьбы на карте а убежище но в то же время это только два раунда не делаем поспешных выводов смотрим за игрой дальше на это врывается на дл но пакт минус 2 минус 3 игрока просто всех под одну гребенку рейзинг на миду также погибает от рук нупакта разменивается синет по вэзику дайте нупакту эйса закинуть сейчас синет еще один минус погибает фрид и это уже два в одного но синет во всех этих перестрелках очень сильно пострадал но пакт бомбу не ставит он ждет открытия соперника синет пойдет через дл у синета крайне мало процентов здоровья райден видел своего оппонента получает хаешку в ноги но и синет понимает что слонга его теперь уже точно не выпустят он попытается обойти через миддл но там его будет встречать райден только нет хотел сказать то что райден сидит крайне опасно но в моменте райден сразу же встал и пошел смотреть миддл он знает где находится синет мне кажется да да теперь точно знает и райден добивает синета к сожалению но пакту не удалось оформить эйса но это был шикарный квадрокилл по сути он соло выбил альфу и поставил еще бомбу максимальная кпд 21 и на всякий надо бы этот момент еще тоже за на сайт сейчас продолжайте да под так вот да да я как раз раз я тебе рушдом освободил сам но здесь опять же будет перестрелка на позициях Есть информация по Airwolf, его достаточно быстро оттуда выкурили. Остался ХС Соло и четверо игроков на карте, соточка по процентам здоровья. Заметил на пакту, достаточно быстро его закрыл, 55% теперь у него в запасе. Но открытие от Райдена на Зик и сразу же минус. Команда ОХЗ сравняла счет со своим соперником, 2-2 общий. Ну и такими темпами есть ощущение, что у команды Flight of Moon возникнут уже новые проблемы. Буквально с этого раунда. Хотя они подготовили для себя выход на ДЛ. Они собираются подаркадить эту локацию. Фейс уже находит энтри и разменивается ХС. Продолжается перестрелка на ланге, но Вейзик вместе с тиммейтами может сейчас полностью перенаправить свой взор на позиции Б-планта. Поскольку там уже находятся Фрид и Фейс, они точно дают информацию, что локация чиста. На Миду успели подрезать еще и Рейзинга попутно, но и теперь это 4 в 3 ситуация на карте. Райден готов принимать дерево на себя, там же находится ХС, который готовится пройти. Через мост. Но Анет открывается под Миду, скорее всего для него будет локация Шарта. Попытаются сплетануть с нескольких локаций, но Айрвульфа будут цеплять уже первым. Откидывается осколочная плюсом Смоук и пока что снайперу вражеской команды не дают здесь продохнуть. Вейзик находит минус, пока Фрид кидал ХЕшку. Анет решил подловить для себя тайминг, но к сожалению не справился. Айрвульф щелкает Фридоса, но получает в спину фатальный урон от Райдена и Эппо 3-2. Идем дальше. Преимущество взяли для себя на один, но уже впереди АОшки. Полетели ХЕМ. Куда сейчас пойдут? Контакт на стенке, но там ХЕ походу остановила. Анет там Айрвульф бросает ХЕ под Райдена, но попадает под пятую точку для Фейса тоже вроде залетала, но для того, чтобы он погибал, нужно было пройти чуть дальше. На его счастье он туда не пошел. Фейс, стрейфы из-за стены, смотрим. ПОВ от Фейса, как это происходит. Произошло не то, что он обычно делает. Он был готов постреляться как-то из-за стены, но соперник был агрессивен и точен в своих действиях, поэтому фраг себе он заработал. Вазик и Нопакт вдвоем против множества соперников. Там уже за спину открытие, Вазик погибает. Нопакт. Ластовый. Против Нета, ну тут, ой-ой-ой, как бы вот этот момент не повторить на ланге, тут втроем вставали здесь ребята, могли давать ему, не давали шансы, но дали другое. Три-три. Продолжение. Разбежка в сторону Аптента. Фейс. Против него Нет не пошел. Ну снова тут Жишка, ХЕшки. Будет спускаться на пересрока против стенки, еще Жишка продлевается. Тайминг тянется. Но Жишка не вечно лежит, поэтому... Она уже закончилась и можно действовать. Бросает ХЕ, под эту ХЕ открывается Фейс, отличное попадание в голову, открывает себе точку. Сказал тиммейт МГО. Ну и открытие через МИТ от Вазика, он себе фраг не получил, он по Айрвульфу попал две тычки с Пиндадом. Наверное, как раз таки в этом относительный баланс этой пушки есть. Потому что ты не с двух убиваешь, а тебе три нужно, чтобы убить с двух там, по идее, должно сойтись все. Типа сто хопового соперника, и тебе два раза по торсу попасть. А когда у соперника три тычки обязательных, то это куда лучше. 4-3, снова преимущество сохраняется у АОшек. Поехали смотреть за последним ровным ровным этой половиной. Поехали посмотрим. Ай, а нет, смоки. А там Фрид мог погибнуть, потому что ХАЕЗ залетала в деревом, и кто в доске называет, мог погибнуть, но нет. Вейзик уже на миду, и он 100% слышит Айрвульфа, так что эту информацию с тиммейтами он уже 100% поделился. Но пакт поглядывает ДЛ, и вот у ХС, кстати, очень опасная локация. Наверное, одно из первичных действий, когда проходишь ДЛ. Это ХАЕшка именно в этом направлении, чтобы себя обезопасить. Но пока что мы не видим здесь попыток выхода. Хотя вот она, вот она попытка выхода в миддл. Вейзик успел разменяться на Айрвульфа. Фридос врывается на НЕТа. По ХСу не было информации. Фрид все-таки погибает. Вейзик успел попутно разменяться на Рейзинге, но Синед опять же не оставил всю эту перестрелку без внимания. Синеда на шарте подрезает Вейзик, и теперь редовый ХС против двоих фуловых выживших игроков команды АОХД. Бомба установлена прямо здесь и прямо сейчас. Ну и, собственно, за 5-3 могут выехать игроки АОХД, только вот локацию ХС пока что еще не рассекретили. Понятное дело, что это скорее вопрос времени, но в то же время, если ХС ворвется молниеносно, то он может воспользоваться ситуацией, но здесь нервы уже сыграли немного свою роль. Заметил дуло автомата Нупакта, попытался нашить по нему, но по итогу промахнулся и лишний раз компрометировал свою позицию. 5-3, ничего страшного, едем просто на вторую половину, не надо зацикливаться сейчас на этом счете. Понятное дело, что команда Flight Moon сейчас остается еще в роли догоняющих, но счет рабочий, счет неприговорный. То есть не те же самые 6-2 или вовсе 7-1, 8-0, что-то около того. Так что с этим можно и нужно работать. Самое главное настроиться на это и забыть про то, что вообще счет сейчас существует. Прогружаемся на вторую половину и желаем командам удачи. Поехали. Ключ уже писали. Пишут полкам Мамыра. Чего? Не совсем понял, что написано. Вроде правильно прочел. У нас ключи пока не за одну страну. В этот раз можно расслабиться. Ну что да, некоторые очень сильно напрягались, когда вот эти все коды, ключи точнее записывали. Нет. Два фрага в этом раунде уже получил. В их нами, там вейзик. Насколько будет внимательен нет, что думаете? Думаю, не проверит. Но как-то так шел. Я, конечно, уже довольно близко подобрал тайминг, чтобы дать ответ. Было несколько удобнее. Вначале я больше верил все-таки, что он проверит, но нет. 6-3, двойное преимущество. Лаошек. Первый раунд на себя, которого они взяли. Поехали дальше. Так, где? Поджим? Где? Ну. Фейс дальше все-таки не пошел. Играет аккуратнее. Фрейд на боковой. У него аркад тоже здесь присутствует. Схай. Ездить никто не играет. Мог бы Шашлун Дос, но нет. Фрейд сам. 2х, Сайберфрайт сейчас. Вот себя откидывает К-400. Пойдет ли дальше? Да, пойдет. Треть фраг с кемпы. Не получил. Но эти два неплохо смог открыться. И команде дал хорошую почву. Ну, вот что лепит-то? Красоту. А дальше? Красоту. Еще какую красоту. Ну, факт. Еще две головы залетают к нему в копилку. Остался Синет Солан. Ну, вариантов у него, конечно, на уход не шибко много. На шорте он был замечен. Соответственно, это либо перемещение в мид, либо далее на шорт. Фейс обновляет инфу по позиции соперника. Надеялся, что тот подпушит под откинутую хаешку. Но, по итогу, Синет не успел. Фейс с крыльца сносит еще одну голову. И того до него это три... О, подожди. Ну, третий килл, ладно, в копилке, да. Но там дабл киллом до этого отметился его тиммейт. Ладно, смотрим, ребятки, за перемещением на боковую. Кстати, там у Фрида огромные проблемы. И Райден успевает разменяться. Райден дал дабл килл. Но далее, к сожалению, погиб. Слишком много игроков было в этой локации. Сопротивляться им всем он был просто физически не в состоянии. От ХС и Айрвульфа еще два фрага. Вейзик теперь остается на исполнение героистого раунда своей команды. Заходит через боковую. Наверное, одна из ожидаемых локаций. У Синеда вот-вот появится информация по нему. Попытка врыва на окно. Заметил... Ой-ой-ой-ой-ой! Если бы он сейчас это разыграл, это было бы фиаско. При учете того, что сразу Синед не закрыл своего соперника на окно. По Айрвульфу залетело пару хитов. ХС, который открывался с... Сикрета или тира. Кто как называет, опять же, эту локацию. Он не сразу накинул дэмэджа. Еще и успел погибнуть. Если бы он отстрелился на этот тогда, ну все, пиши пропало. Ну а так, Вейзик сопротивляется до победного под аплентом. Здесь, опять же, попытались оформить фазум для себя флайтумуны. В спину заходил Фридос. Но Райден успел помочь своему тиммейту. Поскольку первые два выстрела залетели в молоко. При всем при этом Фрид еще и оставался фуловым. Когда соперник уже развернулся, дабы нанести по нему урон. Ну и суммарно мы уже подошли с вами, друзья, к опасной отметке на счетчике. У команды флайтумун сейчас буквально один раунд. Одна ошибка, отделяющая их от смерти. Это дроп под мид. Нэт успевает найти минус по Фриду. Разменивается Нупак. Продолжается перестрелка опять же за Б-пленд. Райден успевает подрезать рейзинга. Но Нэт тут же разменялся на Райдена. Еще и Нупак отправил туда же в копилку своих фрагов. ХС закрывает Вейзика. И остался один фейс против троих игроков. Который заходит с КТ-спауна. Двоих закроет. Нет? Нет. Чуть-чуть не хватает. Ему не доводится он ДХС. И этот раунд остается элементом спасения. Пока что для Плайтумун. Еще три нужно где-то цапцарапнуть. И тогда выйти на допы. Но здесь очень уверены дутаошки. Мне кажется, они дожмут. Но мы с вами увидим. Так ли оно будет? На центре карты. И это в целом будет бета. От Флайта Мунов. Ждет Темки. Аэрвольф. Угу. Теммайд немножко подстопил, но не важно. Но не избежать файта под Б. И для обороны, что самое интересное, они втроем здесь готовы. Хачка полетела. Разин часть столба своего здоровья потерял. Получил инфу, что есть в Темке. Начал оборачиваться. А тут открытие от Райдена, который был готов и дал сразу же свой ассист по этой точке. Фраг себе получил. Прошли под плэн Флайта Мун. Но много ли это дает? Потому что тех, кто поджимал на боковую, они не убили перемещение СТТ. Было очень удобно для обороны. Но Нед пересчитал двоих. И это уже играбельно для Сената. Потому что можно убежать в это время под Альфу. Но он решил поменять свои планы. И будет пытаться ловить перетяг. Который здесь реален. Да, и догадки АО-шек в этом случае, что соперник, скорее всего, ушел под Альфу. Они пошли это проверять. И вот на этом и сыгрался Нед, что он пытался ловить перетяг. Он словил. Один фраг получен. Последним остался Нупакт. Который играет на боковой. Чего он тут? С пенталом. Решил дуала не подбирать. Ну, это точно две тычки. Пусть и надо. Окей, это может быть три. Если все по рукам залетит. Ставится бомба. И Нупакт. Близко. Быстрее выпрыгивать Сенат. Нет, через окно нет. Пошел на ЗИГ. И тут вроде бы не так плохо. Потому что купона нет на ДиФОЗ. И если сядет ДиФОЗить Нупакт, то появится инфа. Сенат хорошо здесь. А он уже, да. Это уже происходит. ДиФОЗ пошел. Можно типа не торопиться. Потопал. Соперник услышал. Убежал. Вот такой вот отыгрыш. Вот отыгрыш. Уже не раз видел, да. Как Флэйт Умун такое делают. И в целом высоко рычу. По сути. Это открытие. Да, вот был бы купон. Уже бы разминировал на ПАК. Но нет. Этого времени хватает, чтобы отыгрывать на убежке вот такой раунд на ЗИГе. Это очень хороший процент на взятие. Сенат красава. Один раунд отыгран. Еще один раунд отыгран. Я бы попросил, Илья. Момент-то тут такой. Опасный. Если сейчас команда Флэйт Умун находит в себе силы бороться и дальше, то это уже можно будет расценивать как выход в допы. Хэз видел своего соперника на ланге и попытался его отстрелить первым делом, но пока что без жертв. Для Ошек, но также и для команды Флэйт Умун. Фэйс поглядывает выход через ДЛ, но против Фэйса здесь меньше всего хотелось бы пофайтиться. А Эрбуль получает гранату в ноги, но и Фэйс его добивает. От Нета, правда, был моментальный размен и кажется, что Бэп Лэнд, более вкусная локация для Флэйт Умун, чаще удавалось сюда заходить и наводить какого-то шпороху. Правда, здесь теперь находится Фрид с Кимпой, и я бы не сказал, что это какая-то облегчающая задача, особенно если первым таймингом его не выстегнут, то дальше может погаснуть еще пару никнеймов. Фрид пытается понять, где лучше ему принимать своего соперника. Возможно, он что-то слышал, да даже невозможно, а 100% он слышал своего соперника, и он ждет его в своем перекрестии. Вейзика выжидают на тупике, ХС что-то знает о своем сопернике. Есть хорошая ХАЕшка, опять же, это был только Смоук, но и этого было достаточно. От Фэйса даблкил на СВ Афлента, и теперь это 2 в 2, которые нужно ретейкнуть. Нет находится под медом, он слышал соперника в шорт. Фрид, опасная ситуация для него, но он ждал здесь своего оппонента. Нет погибает, остается Синет один. 40% здоровья, и раунд истины для него, и его команды. Либо победа, либо ничего. Синет заходит на машину, он понимает, где находятся оба его соперника, но получает ХАЕшку в ноги, и успевает отрезать только одного оппонента. Тут же размен от Райдена, и это победный раунд для Ошек. Точка установлена. Я в конце только не совсем понял, как там Райден фраг себе нашел, потому что соперник у него был за тачкой, но, наверное, нет спинку увидел, или же ручка показалась, не знаю. Но так или иначе фраг есть, смогли разменяться, и преимущество двоих живых сыграло над одним игроком у соперника. Но Flight to Moon, лайк за попытку, в этом случае у них там неплохо в определенный момент начало получаться, но первая половина получается, что плохо была отыграна. Там они могли себе набрать бы какой-то запас по раундам, который бы они здесь уже смогли разменять. Но нет. Первая мапа тоже там ушла довольно наколитошно. С первой и со второй половиной было все довольно просто. А вот, говорю, борьба была на убежке. Окей. Для Flight to Moon в целом, сейчас да и у любого коллектива говорим, что второй групповой этап, по сути, только к половине своей подходит, поэтому все еще под контролем. Отчаиваться не стоит. Но, как мы говорили чуть ранее, у нас для вас будет еще один матч с участием арестов. И будут они играть против Dark Horse. Не знаю, пока не смотрел конфу, есть ли она там, но ребята уже, наверное, должны начеркать и быть готовыми. Ну-ка, дайте совсем быстро сказать, может, уже карты есть. Заранее вам сказать, что начеркали. Так, тэк, пэк. Пока черкают, окей. Если что, спрашивайте в чате, кому будет сильно интересно. Я мониторю Дискорд у ребят, поэтому вам мапы смогу подсказать, когда они будут готовы. Все, пойдем послушаем музыку, как только команда соберется, команды соберутся, мы вам расскажем, покажем, что будет в матче Dark Horse против Рист. Музыкальная пауза. КОНЕЦ